Если вы замечали, в большинстве, как бы, у нас только федералы соблюдают хоть как-то требования по поводу урн. У нас почти ни у кого из местных магазинов этих урн нету. Когда-то жаловалась женщина из Подмосковья, ой, какое у нас строгое начальство местное, местная администрация в каком-то подмосковном округе. У меня подруга открыла магазин, не поставила урну, ее через неделю оштрафовали. Я говорю, слушайте, нам бы взаймыло ваше местное правительство это. Потому что годами не могут привлечь к ответу тех, кто нарушает порядок на Красной линии, на улице Ленина. Вот эти здания, в том числе, с исторической ценностью, которые невозможно окрасить, невозможно привести в порядок, где не оформлены водостоки, то еще что-то. Это тоже, к сожалению, пропущенный источник средств для городского бюджета. Но мы это все видим. Давайте не кивать на то, что нам предприниматели все должны. Они должны заплатить штрафы, они нам должны дать благотворительную помощь, они нам должны заплатить в бюджет налоги, они это все должны. Но мы за их счет, надеюсь, жить-то не собираемся. А почему у людей, которые ходят на общественные субботники, которые тратят на это свои выходные, свои вечера до ночи, почему у них на это есть время, им не все равно? Почему у них есть деньги заплатить? Почему у кого-то этих денег нет? Ну вот так вот, давайте рассуждать. Или просто мы в разных городах живем, или как? Или эти 200 рублей в год так принципиальные. Кто-нибудь видел вообще бюджет города? Вот его кто-нибудь видел в лицо? Да, конечно, нет. Видели? Расскажите, пожалуйста. Нет, ну расскажите, пожалуйста. Как зачем? Чтобы посмотреть, что на что расходуется. Нет, просто кто-нибудь вообще представляет, какие цифры на что расходуются. Да, мы этого не знаем, мы это пока не получили, но нам цифры не хочется прочувствовать. Оксана, Оксана, Оксана. Опять же, мы опять же вернулись к тому, что вот эта инициатива в связи с принятием бюджета организуются публичные слушания. И как всегда, может прийти один человек, ну, один-два, а может, могут вообще не прийти, а потом спрашивают, куда деваются, куда деваются. А никто не удосужился, не пришел и не послушал. Вот тут были публичные слушания, и пришел один человек, я, я пришел. И Страшникова сказала, отчитывается, я говорю, отчитывается. Я на вас, стоит погода, а мы тут сидим. Я пришел, и она передо мной вот это все рассказала. Вы были на публичных слушаниях, когда вот? Вот, следите. У нас вот эта инициатива, и она очень хорошая ситуация. Давайте завязывать, наработать надо. Оксана, Оксана, все у вас как-то? Ну, пожалуй, что все, единственное, хочется понимания, ну, давайте уже жить в одном городе как-то, что ли. Давайте не думать, что за нас, мы никому за пределами города не нужны. Ну, давайте о себе, сами позаботимся, и будем вот тем Мюнхгаузеном, который себя за шкирку вытягивает из болота. Давайте в болоте-то не сидеть. Давайте покажем холнистскую сенсацию. Вот они все собрались, все, которые убеждают, что убеждают. Оксана, Алексей, ну правильно? Здесь не собрались ведь люди, которые... Так давайте это... Это он по улицам идти убеждают, не я согласен. Холнистскую сенсацию. Ну, же, всем это понятно и ясно. И мы, когда разговариваем с людьми, вот и Светлана Леонидовна тоже, значит, как общественная организация, много разговаривает на эту тему, никто не сказал, что не надо. И мы не будем платить. Будем платить. Значит, надо только правильно сделать вот это все, значит, проработать, чтобы люди все поняли, поняли, как это все. И поняли и то, что, значит, на каждый наш рубль, полтора рубля нам будет добавлено. Если мы не соберем этот рубль, мы ничего не будем иметь. Вот это надо в отрасшуюся время все это провести. Понятно. Спасибо. Уважаемые жители Белой Холницы, вот что в заключении хочется от себя сказать. О том, что приятно, что вот здесь вот вы собрались и очень горестно о том, что здесь неполный зал. Вот на самом деле, вот с Оксаной Алексеевной мы очень часто беседуем, я все время говорю о том, что вот по любому поводу, вот чем больше будет инициативных людей, по любому поводу спросить с администрации, потребовать ли, там попросить отчета, каких-то доказательств работы и так далее, или прийти именно с какой-то своей собственной инициативой и сказать, а давайте сделаем все вместе вот это. По любому поводу очень приятно, когда будет вместе большое количество людей. Я уже начал с этого и хочу с этого же как бы продолжить и заканчивать этим, о том, что чем больше нас будет вместе, чем больше мы будем обсуждать и разговаривать о том, что вот проговорили мы сейчас, по каждому болевому моменту, вот из каждого здесь из нас, тем больше из этого будет вытекать то, что все-таки вот в конце концов это будет сделано, это будет реализовано. И это наша общая задача. Вот молодцы, что вы здесь собрались, вот вам огромное спасибо, и я думаю, что все вместе мы должны сделать так, что я говорю, мы собрались по любому золу, там в интернете, в газете и так далее, собрались и большим количеством людей начали обсуждать, как жить в Белой Холунице. Это самое главное. Тогда у нас будет намного все лучше. Теперь о референдуме. Он действительно нам нужен. И мы это все сейчас проговорили, все сказали. Не только мы администрация, которая понимает и понимает в том плане, что тех полномочий, которыми нас сейчас отделили, или как правильно, правильно ли выразился, которые нас загрузили, сколько у нас, количество полномочий, и какая есть возможность финансовая, выполнения всех этих работ. Конечно, помощь, она нужна. И еще одно, самая простая поговорка. Мы больше всего здесь говорили о чистоте и порядке. Всегда мы должны для себя понимать, что чисто не там, где прибирают 4 раза в день, а там, где не мусорят люди. То есть это мы для себя должны уяснить. И там, где мы будем с каждой кучей, возникающей кучей мусора, бороться все вместе. Ведь в Европе, я не знаю, бывали, наверное, или видели бы телевизоров, ситуация совершенно другая. Но мой просто знакомый рассказывал, я уже этот пример приводил, не знаю, здесь есть люди, с которыми мы на это разговаривали, что когда он ехал в машине, взял на прокат, в Европе ехал в машине, покурил и выбросил чинарик в окно, и буквально на следующем посту ГАИ его останавливает. Ему уже говорят о том, что следующая за ним шла машина, она отметила это, она сама уже сделала звонок в полицию, и к нему были приняты меры. Если не штраф, то, по крайней мере, полицание общественности. И то, что мы можем создать сейчас общественный совет, объединиться, этот общественный совет вместе с полицией, вот они тоже поддерживают эту инициативу, выходить на улицы и спрашивать людей, которые не прибираются возле своих домов. Это тоже. Мы говорили о том, что живем как будто в разных городах, вернее, живем, ситуация в разных городах по-разному. Приезжала Надежда Бабкина, помните, наверное, ее выступление. Я думаю, что, в принципе, она, ну, к сожалению, не один концерт, и вот зал не может вместить там желающих, но кто был, наверное, видели, как она хорошо уступала перед людьми. Мы с ней сидели, беседовали после этого, когда ужинали, разговаривали. Она говорит, мы жили бедно, вот я была маленькая, мы жили бедно, но каждый выходной родители мне давали банку краски и говорили, пойди покрась забор. Что для этого нужно? Для этого нужно копейки. Но мы можем, копейки и свой труд, и воспитание ребенка, и мы можем изменить уже много. Еще хотел добавить, как бы не воспитывали в детских садах, как бы не воспитывали учителя, но если мы, дети, придут домой, не дадим к этому воспитанию пример, то опять же оно уйдет в пустоту. Поэтому я говорю, что все зависит от нас. Но инициативные люди у нас в Белой Хаунице есть, их становится с каждым днем больше, я думаю, что будет больше и больше. И сейчас, значит, вместе с депутатами, с инициативными людьми, по каждому микрорайону, конечно, нужно пройти, практически со следующей недели, практически каждый день нужно организовать встречи, встречаться, проговариваться, проговаривать все, готовиться к референдуму, и, конечно, обозначить эти моменты, которые мы сегодня озвучили. Я, в принципе, начинал с этого, что нужно сделать зонирование, но вот Николай Юрьевич выступил, вы выступали о том, что именно как подойти к этому. Действительно нужно определить определенную сумму, которая идет конкретно на этот микрорайон. Они знают, что сложились, они эти цифры потратят на себя. Что-то идет консолидировано, и это уже тратится именно на нужды всего города, который, опять же, сделает для всех что-то лучшее. Поэтому я думаю, что успеха мы можем добиться. И нужно сейчас идти и делать. Другого не надо. Все, встаем и делаем. Нет, минуточку. Когда в следующий раз собираемся? Сейчас давайте как бы добавим вопрос конкретный. Сейчас Станислав Александрович займется непосредственно подготовкой встреч, составлением планов. И, естественно, для всех вас это будет доведено. И если каждый из вас, пусть даже не в своем микрорайоне, а еще придет в другой микрорайон, это будет замечательно. Если мы там сможем проговорить то, что мы проговорили сейчас. Правила игры. То есть надо четкие правила игры. Если 200 рублей, то с кого? Правильно, Лидия Худминшина сказала. То есть со взрослого. Или там с... То есть за какой день? Какие льготы? Кому-то действительно льготы сделать? Есть малоимущие, есть действительно люди, которые... Кто-то не может заплатить, но он не инвалид, он может поработать. Эти 200 рублей отработать. Вот этот механизм тоже надо прорешать. Люди согласны поработать на этом же там, где-то в субботнике городском. И еще можно такой момент. У нас есть какие-то совершенно неохваченные общественной деятельностью микрорайоны. Например, по Сегово. Оттуда очень редко кого-то где-то можно увидеть. Может быть, не знаю, Богородска. Есть здесь кто-нибудь из Богородского или нет? А? Богород? Извините, не поняла. То есть просто к тому, что если кто-то знает людей активных в регионе, который сейчас тут не представлен, пожалуйста, вытягивайте их тоже на свет Божий. Вот сейчас пришло, наверное, время действовать. Может быть, потом можно будет немножко отдохнуть, а сейчас время подействовать ради нас же самих. Да-да-да-да. Вот у меня такая небольшая реплика. О сборе сегодняшнем, да? Вот мне вчера позвонили, сказали, что будет такое собрание. Я члена Совета ЖКХ в течение с 8 до 10 вечера обзвонил. Вот здесь 10 человек сидит, это Совет ЖКХ. Если бы я их не обзвонил, здесь бы половина заново все было. Речь идет об организации всех дел, вы понимаете? Вот много наговорили, но если не будет организации, не будет кто-то возглавлять, все это пойдет пустою. Вот Совет ЖКХ 10 человек. А если бы я не обзвонил за 2 часа, я 2 часа потратил. Вот о чем разговор этот идет. Нет организатора или хозяина, короче. Виктор Николаевич, так мы об этом не говорим, о том, что это самое. Так не говорить надо, работать надо. А что нужно работать сам? Так мы поручили бы депутаты. Где депутаты? Где представители городской думы? Почему их-то здесь нету? Я тоже не понимаю. Вот по работе с депутатами это отдельный вопрос. Я не понимаю. Вот сужден именно с депутатами присутствует... А Виктор Николаевич, как вас? Вы не обзвонили... Все, все, все. Так, теперь давайте... Кому какие-то нужны бумаги с сегодняшнего заседания? Я почему-то не звонил, а почему никто не звонил? Что-то типа протокола. Так, тогда договоримся, что считаем протоколом эту видеозапись, которая будет выложена. И дальше подключаем людей к обсуждению. Совет ЗПК остаемся. Давайте хоть перекурим. Считаю, что так.